Гибель на дорогах людей, на наших, это катастрофа такого, в общем, даже нероссийского и телевизорского масштаба, что у нас год был на дороге селения небольшого города по разным процентам. Да, что я хочу сказать, недавно мои дети, у меня уже 8 детей и старшие уже взрослые, и у меня старшего папа, у нас есть какое-то министерство, как это проводилось с наркотиками, у нас есть министерство со странным названием по контролю за воду с наркотиками. Так что это значит? Ну, это значит, так, все медицинские средства, и так далее. Это что же они ничего не делают, потому что они пришли какую-то информацию, там, молодой парень, случайно, там, будучи, не готов к берегу наркотического вещества, просто она закончилась с катальным исходом, и, ну, тем, невозможно есть с этим бороться никакими министерствами, только заходом, это вопрос нравственности. Или человек нравственно забирает на себя один, или он забирает на другую. В этом смысле, там, участие церкви в жизни общества крайне-крайне важно, и мы не то, что не будем, мы как церковь, просто еще не имеем достаточно сил, даже поймите нас. Вы знаете, наверное, что до революции в России было 400 тысяч белых руководителей, 400 тысяч, а сейчас начнем русскую праздную церковь, мы имеем 30 тысяч человек, 30 тысяч. Вы знаете, что в Москве служат почти, да, 15 миллионов в городе, служат всего официально полторы тысячи священников, полторы тысячи священников. Да, поэтому, конечно, нам не все по силам, но мы пытаемся что-то сделать, но, именно слава Богу, можно проповедовать и говорить не только о нравственности, но и возвращению в особую культурную плоскость, которая когда-то для нас именовалась культурой русского человека, русской культуры. Плоскость достаточно сложная, совершенно практически уничтожена. Все эти рождественские чтения, вы знаете, они проводятся под эгидой в столетие революции и философии 18-го года. Мы говорим часто на разных площадках о том, что тот, так скажем, что феномен русского человека, феномен человек русской культуры, который был утрачен, в общем, практически уничтожен, но тем не менее, сохранился и в советской преемственной силе в определенной культуре поведения, и здравственной культуре, да, он должен быть нами восстановлен, как замечательный, как святейший пляж Кирилл, что нам надо объединить идеалы святой Руси с российской имперскостью и с опытом советского времени. Это очень важно понимать. Понимать не без каких-то политических образований, без высококультурного человеческого уровня. Здесь мы все трудимся в одном направлении, а церковь призывает человека, в первую очередь, к ответственности. Моему моему знакомому художнику, которому достаточно хулигану, но тем не менее, занимающемуся евразийскими всякими проблемами, со временем, что было замечательной мыслью поставить России памятник к ответственности. Вот, в районе Киевской свободы, а у нас должен быть памятник к ответственности. Это хорошая мысль, очень здравая и красивая, потому что, я думаю, что скульптора, известная колонава, понимала что-то, прежде чем они смогут такой памятник запросить, чтобы он действительно соответствует его эпохе и духу. Но это очень-очень важная история, потому что мы пропорядуем Богу, пропорядуем любовь, а любовь, она, по определению апостола Павла, не раздражается, это главная причина, да, всякие, нечесть своего, не гордиться, да, то есть, у людей нет всего того, что происходит на наших с вами дорогах, и другие дороги в домах, квартиры, в кухне, в кухне, в кухне, везде, в царство, к сожалению, безображительность, зло, неприязнь, да, и такая маленькая, продолжающаяся гражданская, в общем, находящаяся, наверное, добро-тургийская война, потому что я думаю, что большинство ужасных катастроф, которые у нас случаются, это именно не только катастрофы, знаете, безответственные, только цепочки, да, там, что это, ну, собаку, собаку, другого человека, это человек, да, третьего человека, а потом оказался, это третий человек, водителем автобуса, который со злостью, да, мучался по трассе, да, он не погубил и себя, и всех тех, кто, 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 сего. Вот, да, возвращаясь к тому, что до любви к Богу и друг другу нам пока еще достаточно далеко, но все, что связывает у нас с Богом и друг другу, у нас, в первую очередь, очень ответственность. Чем больше человек приближается к Богу, чем длежит его, становится и больше возрастает его ответственность перед Богом и перед другими людьми, потому что мы знаем, что это есть связка Бога, Лава, Христианской, Западе, который говорит Христос, сводя все заводы, за первого Нового Совета, когда был, да, перед Богом и любил лишь. Любовь – это не какая-то остатная вещь, не будет, а тебе любил, ты не любишь, и все хорошо, а это любовь, которая выражается в действии, а это действие, это мудрное действие, и это действие, которое представляет человеку максимуму, то есть понимать свою силу смирения, то есть выступать, да. Знаете, у меня, я, ну, сам не согласен, простите, с большим стажем, уходит 20 лет, я сижу за рулем, и все, на самом деле, все эти моды, я основном, замечают, что самые вежливые водители на дороге – это водители самых больших дорогих автомобилей, чем часто больше, как водители, так как их хозяина, они как-то спокойно относятся к жизни, так спокойно, которые они по заграницам поездят, которые у них будут в другой размере, на какой-то право, честное слово. А полигарды всякие, я так вижу, может, да, это как правило, какие-то такие люди более, как-то дикого мировосприятия. Да, еще раз говорю о том, что Церковь работает с обществом, обитается в зависимости с обществом, не только в духовном плане, потому что прежде чем я, священник, а еще человеку, что такое Государственная Троица, вообще часто, не годы, не два, чтобы он понял это и сердцем усвоил это. А вот мы, как, конечно, говорят, беру чуть-чуть в культурном плане, в культурном сопы ТИИ, тоже ТИИ, и в этом смысле этот разговор о безопасности жизни не последний, а может быть, один из самых первых, потому что, к великому сожалению, мы теряем сегодня, когда открылся последние 20-25 лет, открылся эти окно в Европе, мы теряем, и не надо скрывать цвет нации, потому что люди уезжают, слава богу, сейчас остаются возвращаются, люди уезжают, они уезжают в производстве из-за бытовых проблем. А вот такая программа, это из-за бытовых проблем, просто элементарная бытовая группа, с которой мы сталкиваемся каждый день, которая порождает, вот, потом, сколько-то, несложно, вы знаете, когда мы говорим, что нам рассказывать, что такое смертные грехи мы были. Вы знаете, вот, от того, что вы считаете, не таким страшным, но важным, до смерти всего-навсего, два решата. Вот, и поэтому давайте мы удержимся лучше, отчего за того, что кажется нам опять-таки значительным, что это не привело нас к этому гибели. Вот. Это все, конечно, я еще не говорю о рабочих словах. Что касается конкретных, то мы Сергеевич, который приходил ко мне, обсуждали эту тему. Тема образования, атехизация – это тема немножко не нового дела, а дела синодального взаимоотношения с церкви и общества, которые я представляю. Мы, тем не менее, отправимся к Сергеевичу, до проведения атехизации, может быть, взаимодействия. В всяком случае, мы точно готовы принять и инспектор, и мы делаем на соответствующие преподаватели и москвистные школы. Мы считаем это очень-очень важно. Мы готовы, со своей стороны, проводить семинары, и урминали все, что угодно для тех, кто учит людей в профессии общественных транспортах, и любой транспорт, и частный транспорт, да, готовы присутствовать. Наши коллеги из господинспекции говорили, что мы взаимодействуем, действительно взаимодействуем. И открытое взаимодействие просто должно быть очень продуманное взаимодействие, потому что нас действительно очень мало. И, слава Богу, мы трудаемся вешать, что сейчас священство очень загружено, и мы уже через меру, в каком-то смысле, загружено каждому так распределять, чтобы это приносило малый подъемный максимальный эффект. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова